привет привет ребята шалом шалом почему я вас не слышу я забыл включить динамики шалом ребята вот это другое дело теперь я вас слышу с праздником вас друзья вы помните какой сегодня день конечно вы забыли прошло уже столько времени целый год не виделись но сегодня сегодня вновь праздник лагбаомер а вы помните кто я такой правильно я ваш друг и учитель раби шимон бар йохай но сегодня со мной будет не только такая классная аудитория будет мой учитель раби акива он куда-то делся а он пошел гулять в лес как же мы его позовем наверное прозевал начало нашей программы давайте все вместе его позовем 3 4 раби акива нет так не пойдет громче давайте вместе раби акива раби акива привет раби шимон как твои дела чего ты так орешь так лагба омер же сегодня парад наш дети ждут давай скорее к нам сюда дети какие дети откуда вот мы ученик из самых разных мест из петербурга из москвы из подмосковья с урала из сибири с украины из самых разных стран и городов даже сложно все перечислить давай они сами про себя расскажут пряк орел 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 тула калуга челябин кростов на ногу краснояр саратов пир самара екатеринбург хабар бакуа азербайджан баловый русский белорусс нижний дом город пир блес белорусс тюмень сенферополь Белорусс Уфа Громс Белорусс Минс Белорусс Новокузне могилёв Белорусс Москва Белорусс НОСКЛСА хэ уровень И это все в честь н���е праздник вот это да а вы знаете какой самый важный смысл этого праздника Да, учитель расскажите пожалуйста нашего праздника. Вот это да. А вы знаете, какой самый важный смысл этого праздника? Да, учитель, расскажите, пожалуйста. Я обещаю тебе рассказать, но сначала я приглашу сюда своего друга, который руководит сегодня Бетхабадом в городе Пушкино, чтобы он рассказал нам о параде Лагбоомера, который был 40 лет назад и о том, что наш Рэбе говорил тогда во время парада. Привет, ребята, с Лагбоомером вас. Мы все мечтаем увидеться с Рэбе. Давайте перенесемся на 40 лет назад в Нью-Йорк. Там состоялся большой праздник в Лагбоомер. Рэбе выходил на трибуну и говорил на языке идыш, но вдруг Рэбе перешел на русский язык. Семьянное указание и послание от этого собрания и от дня подлагаемое для всех тех, которые находятся здесь и приехали из УСССР из России. Рэбе говорил о евреях в России. Тогда здесь было очень тяжело жить, о празднике Лагбоомер не могло быть и речи, но Рэбе всех удивил. Он начал говорить, что каждый здесь в России может жить по-еврейски. Чтобы они прокламировали среди всех евреев с еврейской гордостью и с еврейской откровенностью, что еврей может жить еврейской жизнью, не считаясь ни с какими препятствиями и трудностями. И в конце концов он побеждает. Россия была тогда заперта на замок. Невозможно было отсюда уехать. И здесь жестоко преследовали за любую еврейскую жизнь. Но Рэбе говорит, чтобы дети здесь шли к своим папе и маме и просили их, чтобы учили с ними Тору и чтобы жили дома по-еврейски. Я надеюсь, что эта трансмиссия также слышится в Советской России во многих местах, что когда приходит сын или дочь, маленький еврей или маленькая еврейка, и приходит к славяму отцу или своей матери и просит у них, чтобы они с ним учили еврейство, учили Тейлумицей, что отец или мать может, и никто не смеет им мешать учиться своим сыном и со своей дочерью тоже в полной мере, включая исполнение мисли в ежедневной жизни. Любой, кто знал, что здесь происходит, не мог поверить своим ушам. Рэбе стал говорить, что тех, кто мешает евреям жить в России по-еврейски, надо убрать с их постов. И те, которые мешают этому, они криминальники и нарушают советские законы, их нужно снять с их постов и посадить на их место, таких, которые будут соблюдать советские законы в этом отношении, и не только не будут мешать в воспитании согласно духу евреев и истинного еврейства, и священной Толе и ее мислист, но они, что будут их охранять и помогать в этом. И тогда Рэбе снова обратился к детям и сказал, чтобы они пошли к своим родителям и просили обучать их Торе и еврейской жизни. Каждый из этих детей, мальчики или девочки, они будут учить Тору и исполнять ее указания, но они тоже придут к своим отцам и к своим матерям, и у них будут требовать, чтобы они еще прибавили в еврейском поведении всего дома, специально в еврейском воспитании их детей. Если мы это сделаем, то будет очень хорошо и нам, и всем людям на свете, ведь все будут здоровы, придет Мошеяха, мы все так его ждем. И включая, как говорилось раньше, что будет настоящее освобождение всех народов мира, что это ведь идеал каждого человека, который живет жизнью, настоящей человеческой жизнью, и касаясь еврейского народа согласно еврейской традиции в течение многих тысячи лет, и тогда только будет настоящая истинная свобода, так как она связана и ведется согласно истинной Торе, которая дана Богом, который управляет всем миром во всех его частей. И это все будет сделано в хорошем здоровье и в хорошем настроении. Вау, ребята, давайте вместе помолимся о Всевышнем и попросим, чтобы это произошло сейчас. Ну, ты же знаешь, и обещаем, что много лет назад, 2000 лет, у меня было очень много тысяч учеников, но все они погибли. Почему? Это было наказание от Бога за то, что они неуважительно относились друг к другу. Ой-ой-ой, какая ужасная история, какой ужас, и что же произошло дальше? В итоге длительная эпидемия прекратилась в Лагбаумер, так как мои ученики раз и навсегда усвоили, что нужно уважать друг друга, не важно, какие у них споры и разногласия. Но мы навсегда усвоили очень важный урок – уважать друг друга, любить и помогать. Учитель, но как? Бывают же совсем не симпатичные, неприятные люди. О, это совсем не просто. Нам нужен кто-то очень умный, кто расскажет нам, как. Так, я решил пригласить еще одного мудреца. Кого? Моисея? Нет. Соломона? Нет. Нет? А кого? Самого мудрого мудреца в России, главного раввина России, раввина Беррел-Алазара. Действительно, очень-очень правильный вопрос, очень глубокий вопрос. Как мы можем любить каждого человека? Ведь есть люди, которые, они не очень приятные, они что-то сделали не так, они выглядят не очень хорошо. У каждого из нас, наверное, есть кто-то, он знаком с кем-то, и этот человек, он нехороший. Он на самом деле нехороший человек. Это может быть даже друг в классе, или знакомый, или подруга. А как мы можем его любить, как Тора ожидает от нас? Тора говорит, нужно любить ближнего, как самого себя, значит, что нужно любить каждого человека. А как можно любить каждого? Я не вижу причины, почему его любить. Большинтов, который распространял, именно он распространял то, что учил нас рабящимым Барьяхай, он говорил так, что нужно любить каждого человека ни за причин, ни потому, что он хороший. Нужно его любить, потому что Тора говорит нам, что нужно его любить. И Тора здесь не разделяет между хорошим, плохим, между приятным и неприятным. Нужно любить каждого человека. Так же, как мы любим себя, так же, как мама любит своих детей, и мама никогда не спрашивает, хороший он или нехороший, достойный он или нет, учился он хорошо или нет. Мама любит всех своих детей. Почему? Потому что она их любит так же, как она любит себя. Так же нам нужно любить каждого еврея. Не важно, что он сделал. Почему? Потому что у него есть душа. У него есть частичие Бога внутри него. И это уже достаточно причина, чтобы его любить. Наши мудрецы говорят, что любить друг друга это непросто. Это действительно иногда человек должен думать, может быть, я так же не такой хороший, но я все равно люблю себя. Есть такое выражение, что когда человек любит себя, даже если он сделал что-то не так, даже если вчера он совершил какую-то ошибку, даже если может быть, когда-то он сделал что-то неправильно, все равно он любит себя. Так же нужно относиться к каждому человеку. не нужно думать, что он сделал, что он сказал, что он мне говорил вчера. Нужно об этом забыть. Почему? Потому что мы его любим. Любовь это самое-самое сильное оружие, которое есть у нас. Когда мы любим друг друга, знаете, что происходит? На самом деле то хорошее, которое есть у другого человека, раскрывается. И мы вдруг увидим, что он хороший. И это причина, почему именно храм был разрушен, потому что евреи не уважали друг друга, не любили друг друга. Почему ученики раба Кива умирали в этом периоде? Почему именно лакбомер не поняли, что нужно любить друг друга? Потому что они раскрыли тогда то, что не было понятно до этого. Во время, когда существовал храм, вдруг кто-то сказал, а есть другой человек, который недостаточно религиозный, он недостаточно хороший, и может быть просто без причин, я его просто не люблю. То же самое было учеников раба Кива. Они говорили, я лучше понимаю, что нужно делать. И каждый человек думает, что он прав, но любовь не с этим связана. Именно лакбомер в тот день, когда ученики раба Кива поняли, что нужно любить друг друга, несмотря на что, кто был ученик раба Кива? Именно раби Шимом Барюхай. Именно раби Шимом Барюхай потом всю жизнь раскрыл то, что находится внутри каждого человека, душа, которая находится внутри каждого еврея. Он раскрыл внутренний час тора. И это наша задача сегодня. Учиться у раби Шимом Барюхая. Он также жил непростой период. Он должен был скрываться в пещере 12-13 лет. Если можно говорить, как сегодня в карантине он был 13 лет, но он там учил тора. Вышел оттуда, что он сделал первое дело, он думал, как я могу помочь другим людям. И это есть важнейший урок для каждого из нас. Я хорошо помню, когда я был молодой, примерно в вашем возрасте, я стоял тогда около 770, около синагоги Ребе, когда Ребе говорил эти слова на русском языке, которые вы только что услышали. Это было ровно 40 лет тому назад. День в день ровно 40 лет тому назад Ребе говорил о вас, об этих прекрасных детях, которые они учат Тора, несмотря на все трудности. Тогда были другие трудности, тогда не дали евреям соблюдать Тора, ходить в еврейскую школу, молиться в синагоге, но Ребе говорил, что по Конституции каждый еврейский мальчик и девочка, они имеют право все это делать и соблюдать. То, что тогда Ребе молился, просил Бога, умолял, это то, что мы видим сегодня. Сегодня мы видим результат молитвы Ребе, слезы Ребе, и это действительно эти прекрасные дети, которые сегодня собрались здесь, я уверен, что Ребе сегодня смотрит на всех в ад и получает огромное огромное удовольствие. Именно дети, которые находятся в России, я знаю, что здесь есть дети даже в Азербайджане, в разных городах, и они учат Тора, и они главный урок Торы любят любят друга. Это не только какое-то знание, они действуют так, они действительно любят каждого человека. Это есть самая хорошая подготовка к приходу Мошиаха. Поэтому желаю всем вам с этого дня получать огромную силу, любить всех, уважать всех, и тогда мы все вместе точно пойдем на встречу Мошиаха. С праздником! Лак Боомер Самех! Ну, ты понял, Рабисимос, как нужно любить и уважать всех? Кажется, да. Теперь понял. А чтобы вы хорошенько запомнили это событие, мы перенесемся на зажигание праздничного костра на могилу Рабисимона на гору Мирон. Вау! Круто! А ты знаешь, кто зажжет для нас костер? Равин Альперин послал ник Любавческого Рэба в Мироне. Рэба Мирон Мирон Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вау! А еще вы знаете, что сегодня у одного мальчика особенный праздник. Ему исполнилось три года, и у него впервые в жизни стрижка волос. И вместе с ним, встречайте, президент Федерации Еврейских общин России, Равин Александр Борода из Жуковки вместе с нашим именинником. Встречайте! Мазалтов, Мазалтов Равин Ильяков, супруга с обширничеством, с лишением трех лет, сына. Это, как бы, прочитано Равином Ильякову письмо, письмо Рэбе, и говорит, что это древние, великие, важнейшие еврейские обычаи. Мы знаем, что есть законы, есть традиции, есть обычаи. И кажется, что обычаи – это самые слабые постановления законом, торы, постановления мудрецов. Но обычаи – это то, на чем держатся и традиция, и держатся законы. Когда стригут волосы, это символично делать именно лагомер. Лагомер – это традиция. Иногда едут на гору Мирон, что там делают первую стрижку волос, обширничную. Да, конечно же, помните из прошлых наших встреч. Одна из самых сильных, самых мощных вещей, которые есть у нас, у еврейского народа – это наша Тора, наше учение. Мы гордимся ею, мы ее учим и передаем следующим поколениям. И сейчас вместе с нами ребята из самых разных городов подготовили 12 стихов, 12 отрывков из Торы, которые Рэбе приказал каждому знать наизусть. Вы готовы их повторять за ними? Вы готовы? Я не слышу, почему окна не дребезжат? Еще раз, вы готовы? Тогда мы начинаем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Я Мишель Кацошвили. Мне 9 лет. Я живу в городе Калуга. Хожу в синагогу воскресную школу. И дополнительно занимаюсь в онлайн-школе Орминахом, где обучаю традициям и обычаям еврейского народа. Сейчас я скажу пасук Коль. Коль, Исраэль, Ишвээм, Хэлик, Леолам, Аба, Шныма, ВМР, Кулам, Цадики, Леолам, Иршум, Арэц, Нейцер, Матуай, Масэ, Ядарь, Лиспэр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я Ильишево. А это моя сестра Либа Эйду. Мы из города Каменской Днепропетровской области. Я учусь в пятом классе школы Ор Абнер. Сестричка ходит в детский сад Хайямушка. Я очень люблю свою школу. У нас очень интересные уроки и мероприятия. В школе мне очень хорошо. Мне там нравится. Вейне, Ашем, Ницав, Алав, Умело, Коля-Арес, Клодо, Умабит. Алав, Увокен, Клайот, Ваэв, Имовдо, Карауи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот скажите, вам еще не доел этот вирус, карантин? Мне ужасно надоел. Меня сегодня всего на час выпустили сюда, из карантина, чтобы пообщаться с вами. И я не хочу уже никуда уходить. Я хочу нормальное лето. Я не хочу эту пандемию. Как ее остановить? О, у меня есть идея. Мы все должны помолиться Всевышнему. Мы должны помолиться Всевышнему сильно-сильно-сильно, чтобы этот коронавирус прошел. Более того, мы сейчас пошлем нашего представителя в очень святое место. Помолиться от нашего лица. Мы все вместе с ним помолимся Богу. Он полетит в Нью-Йорк, на могилу Любавического Рэбя. Это очень святое место. И там от лица нас всех будет молиться, чтобы коронавирус прошел. Дорогие дети, дорогие родители, с праздником Хак Самеах. Уже в Талмуде сказано про то, как сильно помогают молитвы еврейских детей. Во все времена молитва еврейских детей приносила избавление и совершала чудеса. Особенно, такой специальный, особенный день, как Лак-Ба-Омир, День Радости Рэшби. Как известно, в каждом поколении есть свой Рэшби. И сейчас я нахожусь на могиле Любавического Рэба Рэшби нашего поколения. Для меня это большая честь представлять всех вас в этот день. Дорогой Бог, мы, еврейские дети со всех стран мира, собрались на виртуальном празднике по случаю Лак-Ба-Омира, чтобы единиться и заявить, что мы готовы к приходу Ма-Шиаха. Мы принимаем решение еще больше гордиться своим еврейством и никогда его не стесняться. Мы также принимаем решение усилить свою любовь к ближнему и заботу о других евреях. А так как еврей всегда должен радоваться, то мы принимаем решение умножать радость у себя и в своей семье, подчеркивать все радостное и держаться подальше от плохого настроения и от грусти. Мы просим, чтобы ты послал полное и немедленное выздоровление всем нашим близким, всем евреям и другим людям в странах, где мы живем. Мы просим, чтобы закончился коронавирус и вместе с ним этот долгий голубь, и чтобы Ма-Шиах пришел немедленно, не задерживаясь ни на одну минуту. Мы также просим особой помощи и благословения свыше, чтобы нам удалось приблизить еще много евреев к нашему небесному Отцу и тем самым еще больше ускорить истинное и полное избавление от Галута. Сколько нам еще ждать? Мы хотим Ма-Шиах сейчас. Всегда твои еврейские дети по всему миру. Есть возможности. Сегодня отправим письмо к Любавичскому Ребе. Сейчас организаторы на чате дают вам возможности войти в специальное предложение, где вы можете написать ваше имя. И сегодня вечером в Нью-Йорке 10 хасидов зайдут на могилу Ребе помолиться для каждого из нас, каждого из вас, для ваших близких. Посмотрите на ваш чат, увидите там ссылку, как можно зайти и заполнить ваше имя в специальное письмо, которое пишут все-все евреи во всех странах мира, чтобы просить, чтобы этот вирус закончился как можно скорее. И самое главное, чтобы Ма-Шиах пришел уже сегодня. Также в эти дни евреи и всего мира, с Украиной, с Россией, с Европой, с Америкой, с Израилем, они все вместе собирались, они все объединились, чтобы написать свето-кторе. У вас также будет возможность участвовать в этом прекрасном проекте, увидите на чате также ссылка, как можно приобрести буквы вторые. И это точно объединяет всех нас и приблизит приход Ма-Шиаха. С праздником еще раз! Ма-Шиах, вы знаете, что это за письмо? Это то самое письмо, которое сейчас от всех детей, русскоязычных и английских общин мира, читали на мобилу Рэбе. Как оно сюда попало, я честно не знаю. Какое-то чудо. Но мы сейчас это письмо отправим с вами туда, куда надо. Письмо писали для Ашема. Просили Рэбе, чтобы Рэбе за нас молился. И послал благословение. Мы сейчас возьмем это письмо, привязанное к шарикам и отправим на небо. Добрый день всем! Мы находимся сейчас в Москве. Передо мной Хедер Минахов. Самый классный еврейский музей, пожалуй, в мире. По левую сторону от меня школа Миссифта. Позади меня Бет Швидлер. В этом самом месте на протяжении многих лет мы, Московская еврейская община, собираемся здесь в праздник Лагбомер, в разводе по вечерам костры. Накрываем шикарные праздничные столы. Поем, веселимся, говорим, лыхаем, танцуем до утра до упада. А с утра здесь выставляется огромная линия стульев, столов, сцена, клоуны, антураж. Праздник Лагбомер всегда с весельем и радостью на душе у наших замечательных, прекрасных еврейских детей. Всех с праздником Лагбомер. И мы отправляем от вашего имени, от нашего имени, от имени всех еврейских детей, весьма шему. Просим бараху. Поздравляем с праздником Лагбомер. Всем всего самого хорошего и самого веселого, радостного праздника. Мажут! А еще у нас сегодня в программе очень интересный фокусник Антоний Магавар. После своего выступления он согласился рассказать нам, как он делает некоторые из своих фокусов. Внимание! Добрый день, друзья! Московская еврейская община Марьина Роща поздравляет вас с праздником Лагбомер. Как вы уже догадались, я цирковой фокусник и лезианист Антоний Магавар. И сегодня я не только покажу вам много невероятной магии, но даже научу самостоятельно показывать фокусы. Но для начала давайте узнаем, как же зовут каждого, каждого из вас, где бы вы ни находились. А ну-ка громко, громко, все вместе, прокричите свои имена, друзья. Слышу, слышу. Отлично. Ну что ж, а теперь проверим, кто умеет из вас хлопать громче всех, пока не аплодируем. Мальчишки или девчонки? Ну-ка, мальчишки! А теперь дружнее и звонче девчонки пускай захлопают. Молодцы. И взрослые поколения подключаемся, я вас тоже отлично вижу. Не по телевизору меня смотрим, интерактивная программа магии и волшебства у нас с вами сегодня. Скажите мне, друзья, без чего не бывает ни одного в мире фокуса или волшебства? Конечно же, без волшебной палочки. Ведь если она есть, можно сделать все, что угодно. Например, указать пустое пространство и появить оттуда шарик. Прежде чем что-либо с ним показывать, я думаю, было бы честно отдать вам его на проверку. Итак, ловите, проверяйте, друзья. Проверили, проверили, проверили? Кидайте мне его обратно. Спасибо. Это необыкновенный шарик, несмотря на то, что он кажется самым обычным. Достаточно положить его в руку, и он исчезает. Потому что я повернул его невидимой стороной. А если повернуть его снова видимой стороной, то он появляется. Но если сторона невидимая, то все же исчезает. Его нет как тут, так и здесь его нет, так и здесь. Но можно пустое и появить его снова. Ну что ж. Мы можем с вами взять шарик, взмахнуть волшебной палочкой, и он исчезает. Спасибо, друзья. Раз, два, три. Итак, друзья. Я только что появил специально для вас целых шесть различных карт. Ваша задача запомнить одну из них. Запомнили? Ну что ж. Я заберу отсюда одну выбранную вами карту. Ну что, друзья. Несмотря на то, что вы там, по ту сторону экрана, а я здесь. Как думаете, удалось ли мне убрать именно выбранную вами карту? Кажется, получилось. Ура. Что же такое магия и волшебство? Это когда абсолютно из ничего можно взять и появить, к примеру, обыкновенную купюру. Проверить, настоящая ли купюра. Довольно просто. Необходимо поднести к ней. Видишь? Стоит поджечь и проверить. Кажется, все по-настоящему. Нам потребуется немного огненной воды. Как вы видите, это абсолютно пустое блюдо. Но мало того, оно еще и мега огненное. Самая опасная в мире. Огненная магия. Прямо здесь. Громадное количество огня, друзья. Ну что ж. Как мы видим, у нас с вами тут ничего нет. Абра-кадабра. И появляется настоящий. Волшебный разволшебный кролик Роджер, ребята. Можно его погладить одной ручкой. Можно погладить второй ручкой. И, конечно же, помахать кролику Роджеру. Привет, дружище. Как твое настроение? Громадный молодец. Он прибыл к нам из волшебного леса, наполненный радостью и счастьем волшебства. Ну что ж, друзья. Я раздобыл для вас целых три невероятных веревки. Одна из них коротенькая. Ловите. Одна из них супер длинная. Ловите и вы. И одна из них среднего размерчика. Также ловите эту веревочку. Молодцы. Я рад, что вы поймали и проверили свои веревочки. Возможно, у вас их пока не оказалось по ту сторону экрана. Но не переживайте. Вы можете взять любые бельевые или любые другие веревки у себя дома и проверить их. Я вас уверяю, они такие же, как у меня. Абсолютно один в один. Без двойного люка. Без секретного отделения. И, конечно же, без магнитов. А я пока пойду соберу свои веревочки. Верили? Проверили мои веревочки, ребята? Если проверили, кидайте их, пожалуйста, мне обратно. О, спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Великолепно получилось. Итак, что же у нас есть? У нас одна коротенькая веревочка, одна средняя веревочка и одна, конечно же, супердлинная. Вы проверили длинную, она не укорачивается. Проверили короткую, она не удлиняется. Ну, средняя, в принципе, так и осталась средней. Достаточно сделать один магический щелчок, один магический паз и то, над чем я долго работал, магический взгляд. А теперь серьезно. Заметили, как веревочки становятся одинаковыми, ребята? Заметили? Нет? Тогда стоит внимательно присмотреться. Может быть, немножко прищуриться? И я уверен, мы сможем с вами заметить, как у нас все три веревочки становятся одинаковыми. Первая средняя, вторая средняя и третья средняя веревочка. Мало того, что первая одинаковая, так и вторая одинаковая, так и третья такая же однако веревочка. Это был фокус, ребята. Если понравилось, можно поаплодировать. Это не запрещено сегодня. Спасибо. А мы тем временем откладываем одну из веревочек ко мне на плечик. А тогда сколько? Скажите мне, сколько остается в руке веревок? Сколько? А, две! Я тоже раньше так думал, но в мире необычной магии нет однозначного ответа. Даже две веревочки могут враниться в одну единственную веревочку. Но и это еще не все. У каждой веревочки есть кончики и центр веревочки. Можно взять и... и вставлять у нас кончики без веревочки и веревочка без кончиков оторвали кончики от веревочки можно поместить их обратно на веревочку подуть на веревочку вместе со мной и она становится снова снова самая обыкновенная обычная отличная ровная и правильная прямая веревочка но это еще не все скажите вы с собой не взяли ножницы случайно на мое видео представление если нет то и не нужно ведь у меня всегда с собой есть волшебно два пальчика если в них верить это реально работать берете два пальчика как я и делай так и порезали свою веревочку на 2 представляете можем даже взять и добавить еще одну веревочку я радеешься через когда у нас с вами есть цельная обычная веревочка а также мое любимое металлическое абсолютно абсолютно цельное колечко можно сделать кое-что интересное связать веревочное кольцо между собой крепко-крепко-крепко примерно так ну а металлическое колечко и так цельное мы с вами уже об этом знаем как бы я не пытался идти их вместе у меня ничего не получается бумс беда я уверен каждый из вас сможет помочь мне я беру веревочное кольцо беру вместе колечко в металлическое а ваша задача возьмите две ручки приложите их к плечам и от плечей делайте вместе со мной на счет 3 двойной магический пас вот так в направлении колец договорились раз два три и они соединились соединились между собой ура действительно получилось вы большие молодцы давайте-ка еще разочек ребята раз два три и они расцепились благодаря вашей помощи вы настоящие волшебники и волшебницы я рад что вы вместе со мной сегодня ребята а вы видите 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 его если нет давайте посмотрим все вместе вот он волшебный разволшебный платочек можно взять завязать на нем узелочек и подуть на него вместе со мной готовы раз два три и он растаивает спасибо друзья с вами есть одно мало того даже есть второе ну и что говорить третье колечко они все абсолютно цельные металлические как бы я ни пытался кольцо сквозь кольцо ни под каким углом не проходит и не проплавляется об этом вам с удовольствием расскажут на руках химии или физики а сегодня урок магии волшебства поэтому повторяйте за мной лакбаомер и все колечки синились достаточно всего лишь подуть на них вместе со мной и они расцепляются давайте-ка еще раз два раза через два кольца пройдет кольцо раз два три лакбаомер и все целых три колечка у нас соединилась между собой они сюда никак не уходят сюда не разъединяется сюда не разъединяется очень крепко сцеплены между собой но а сейчас я хочу пригласить когена священника который даст нам всем благословение коганим благословение священника и это не просто коген это очень известный коген в нашей стране раввин ицхакоган в синагоге на большой бронной дорогие дети я вас поздравляю с этим праздником праздник как закончились все беды народа израиля и осталось только видеть на самом деле светлое будущее и вот это светлое будущее это с приходом мы шеяха будет и я вас благословляю беркат коганим который мне повелел любая ческория поговорить вам мой дабор мышел и морда барона ванабли моркова варху от вне и строила малахэм и вариха хады но и вещь мэхо я и рады не понятна ле халюханеко и сад непонапо и лехосим хашолаем самый шмел дни строил ваня вархэм и сим халагим к евреям и нашим халагим к мусара ривка рахэлле будьте успешны во всем у нас осталось еще шесть стихов истории кто готов их сказать начинаем меня зовут калиновский максим я учусь детском еврейском клубе джей кидз пока еще не учусь еврейской школе в москве но очень хочу туда попасть берешит бара элаким эд ашамаин бет арец здравствуйте меня зовут даниэль давыдов мне 9 лет я учусь школе мир интеллекта город москва я увлекаюсь чтением недавно я был рыба в 770 мне это очень воодушевило я хочу сказать пасуку 100 вешенанты вешенанты лэване ха вэдзи барта бам бешифтыха бэвэтеха у лэхтыха вадырых у ушах баха уху мэха а а а и а а шелом меня зовут миром сури теттебо я и ученица 4 класса школы но отменахом город москва и Я гадла, жени меня, я не решила тебя. Я не году, я умер, я ловила тебя. far too long. Всем привет, меня зовут Малка, я из города Кишиняк и сейчас учусь на Тионе Байт Хая. Сейчас я вам скажу послок. Как вам, роди, хаекива, אומר ЗЕКЛАЛЬ ГАДОЛЬ БАТОРА. ВЗЕККОЛОДОН БЕСАРКОЗ БРИЙОСОЙ, КУПИЯСКОЛОЙЛОВОЙС, ЭЛОНИМ БЕСАРКОЙНИМ БЕСАРКОЙНИМ, БИЙАСЛОЙ, ДИРОЗУМ БЕСАРКОЙНИМ. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 в руке и забираем ее таким образом. Просто взмахнуть рукой и карточка исчезает. Взмахнуть рукой и она снова появляется. Как это работает? Вы взяли карту, сложили средние пальчики к себе, боковые пальчики обхватывают карту и средние пальчики закрывают ее окончательно от зрителя, чтобы вся карта оказалась у вас за ладони. С первого раза это может не получиться. Обязательно настанет успех в этом номере, если будете достаточно репетировать. Для следующего номера мне прямо вот отсюда потребуется достать один кубик. Подуйте, пожалуйста, этот кубик вместе со мной. И он раздваивает. Чтобы сделать фокус с поролоновыми кубиками, вам потребуется губочка. Вы берете, отрезаете кусочек губки. Теперь вырезаете прямоугольничек квадратного типа. Отлично, один вам потребуется. Теперь берете примерно вот так наискосок, присматриваетесь и делаете кубик. Бум, кубик один. Бум, кубик два. Все. Поздравляю. Придать более красивый творческий вид, просто обрезав с каждого уголочка. С каждого уголочка вы можете дополнительно обрезать кубики, и они будут еще более интересными. Для начала базовая история. Вы укладываете кубики в ладошку, прижимаете и учитесь их держать совершенно свободно, в расслабленных руках, только с помощью вот этих мышц, которые находятся здесь, немножко сдавливая кубики. Переворачиваете. Отлично. Когда удержание есть, вы можете опустить ручки вдоль тела и постепенно поднимаете одну только ручку. Бумс! И появляете кубик на кончиках пальцев. Когда все зрители на него смотрят, вы можете рассказать, что это классный клоунский носик или еще что-то. А тем временем подводите вторую руку незаметным образом к первому. Соединяете кубики и говорите вашим зрителям, подуйте, пожалуйста, на кубики. Вместе со мной они дуют, а тут вы просто берете и растаскиваете первый и второй кубик, который скрывался за ним. И моментально для вашего зрителя появляется ровно два кубика. А в завершении творческого мастер-класса по фокусам у меня есть напутствие для юных волшебников. Друзья, если вы посмотрели фокусы, поучились как их показывать, давайте еще немножечко порепетируем, прежде чем выходить к зрителю. Ведь крайне важно, чтобы фокус был отточен до мельчайших деталей, был показан максимально правильно и эффектно. Как проверить себя, как узнать, хорошо ли я делаю этот фокус? А все просто, встаньте перед зеркалом и покажите этот фокус перед зеркалом. Когда 10 раз подряд фокус получится идеально, и вы каждый раз будете удивлять сами себя для начала, вот тогда вы готовы к выходу к зрителям. Поэтому хотел бы еще раз предостеречь, сразу не стоит бежать показывать этот фокус, который вы только что увидели всем подряд. Потому что, как правило, без достаточного количества репетиций не может получиться идеальный трюк. А я желаю вам только идеальных трюков и фокусов, чтобы они получались у вас классно, великолепно, чтобы удача и волшебство высочайшего уровня всегда сопровождало вас в жизни. Конечно же, хотел пожелать всем юным зрителям творческих успехов, развивайтесь. А московская еврейская община Марьяна Роща поздравляет вас с праздником Лак-Баомер и желает отличного настроения. Хак-самэ-ах-ле-ку-лям-бы-ли-ит-ра-от. А сейчас мы перейдем к выбору выигравших в нашем параде экспонатов. Еще раз добрый день всем мальчишкам и девушкам. Всех с большим радостным праздником Лак-Баомер. Дорогие наши ребята, дорогие наши друзья, дорогие наши девочки, мы определили победителя благодаря вашему голосованию. Заранее приносим свои извинения. Это был первый раз у нас такой опыт в организации проведения онлайн-парада. Мы все очень-очень вам благодарны за то, что приняли участие в просмотре и прислали нам свои видео, экспонаты, фотографии. Огромное спасибо всем тем, кто принял участие в подготовке и съемки роликов, сюжетов в онлайн-представлениях. Выступление Равин Лазара, выступление Равина Александра Бороды. Всем большое-большое спасибо. Если вдруг где-то у кого-то в какой-то период парада не было видно картинки, не было видно изображения, вы что-то не слышали, может быть, что-то было непонятно, с Божьей помощью в ближайшие дни в Ютубе на канале МИОЦ Московского еврейского общинного центра будет полный, готовый видеоролик всего парада от начала до конца без изъянов, без ошибок, без проблем. Еще раз с праздником. И я объявляю победителем. Перед тем, как я объявлю вам победителя, хотел бы вам сказать, что по завершению этого онлайн-парада вам будет предоставлен просмотр известного популярного клипа, в котором рассказывается о парадах, которые проходили у Рэбли, которые проходят у Рэбли. Грэк Парад. Большой-большой праздничный парад. Итак, внимание, друзья! Кто же победил? Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вы все видели на экранах. Победил 30-й номер. Митсва-танк. Мазлтов. Спасибо всем. Мы вас очень любим. Всех с праздником Лакбольдов. Ребята, не забывайте, будет обязательно разыграна лотерея в течение сегодняшнего дня. Заходите на сайт МИОДС. Смотрите обязательно завтра в Ютубе. Смотрите сегодня вечером на МИОДС. Повторяю, мы все с вами узнаем, кто выиграл в лотерею. Участников сегодняшнего лотерея большое-большое количество. И мы как раз сейчас, по завершению онлайн-парада, проведем эту лотерею и результаты опубликуем. Еще раз всех с праздником. Мазлтов. Обязательно, обязательно присылайте свои селфи. У вас еще есть время, пока не закончилась трансляция, пока не закончится просмотр этого клипа, пока мы делаем вам объявление. Еще есть шанс и возможность прислать ваши фотографии, ваши селфи. Мы вас ждем. Призов, слава Богу, много. Мы хотим, чтобы каждый из вас поучаствовал в этой лотереи. У кого-то из вас выпал прекрасный шанс выиграть этот риск. Редактор субтитров А.Семкин